Всем доброго имени суток, с вами Никита Петров, в небольшой дебютной лекции, посвященной лондонской системе. Тема была выбрана не случайно. Дело в том, что последние буквально несколько лет лондонская система становится все более и более популярной. Причем в турнирах разного уровня, начиная с местечковых опенов, заканчивая супер-турнирами вроде Вейконзеи. Например, в Вейконзеи 2016 лондонская система встретилась, причем не один раз. И в числе шахматистов, которые наиболее часто и наиболее успешно применяют ее на высоком уровне, можно отметить, безусловно, Гату Камского, Александра Грещука и в последнее время Магнуса Карлсона. Ну, лондонская система возникает после первых ходов за белых Д4, кони Ф3 и СНФ4. Ну, и характерным для лондонки является, разумеется, именно ход СНФ4. Ну, и вот в этой лекции я попытаюсь показать, как черным можно довольно-таки успешно против нее бороться. Сразу небольшой дисклеймер, что лекция является частью моей славянской репертуарной серии, серии видеороликов. И поэтому рассматривать мы будем именно вот эту позицию. Ну, и вкратце позицию возникающую после ходов СНФ4 и Д5. И, кстати говоря, я не считаю, что это какой-то недостаток. Наоборот, я считаю, что именно таким способом черным легче всего добиться полноправной игры. Потому что, например, в том же Вейконзее получалась чаще всего именно вот такая вот позиция. Уже с пешкой черной на Е6. И черные испытывали небольшие проблемы. В частности, можно отметить хорошую партию, которую Гата Камски выиграл Алексея Гаганова в AeroFloat Open 2016 года, опять же. Я должен сказать, что в целом вот здесь как раз-таки белые надеются на то, что черные определятся с положением пешки Е или С. То есть после хода Е6 или С6 черные лишаются в некоторой степени контр-эгры. То есть после Е6 белые сыграют Е3. У них появится достаточно простой план. Ты, видите, обозначил его стрелочкой. Белые разрывают белопольного слава на Д3. Рокируют, коня подтягивают на Д2. Коня Ф3 переставляют на Е5. Коня Д2 на Ф3. И начинают планомерно давить на королевский фланг черных. А у черных нет особой контр-эгры, потому что уж больно пассивен их слон на С8. То есть опять же, тут, конечно, есть разные нюансы. И в принципе черные должны уравнивать здесь тоже. Но на мой взгляд, если есть возможность избегать этой пассивы, лучше ее избегать. После С6 у черных есть другие неприятности. Дело в том, что белые играют Е3. У нас получается славянская структура, где черные немного не успевают контр-эгры. То есть белые постарают С4, конь С3. А черные лишены самых привлекательных для себя возможностей. То есть по сравнению с вариантом Е3 в славянке, уже белый слон довольно хорошо выскочил на боевую диагональ H2-B8. То есть этой позиции тоже следует избегать. Я должен сказать, что большинство шахматистов ее избегают. В отличие от позиции после Е6. Ну, схемы развития за черных связаны с фианкетой королевского слона. Они в принципе возможны, но пешка на Д5 в этом случае стоит не лучшим образом. То есть лучше играть по староиндийским мотивам. Ж6, Д6, слон Ж7. И там у черных в принципе тоже хорошие шансы на уравнение. Поскольку у нас ролик является частью славянской серии, то мы будем смотреть именно вот эту позицию. Здесь мы играем С5. У хода С5 есть определенная внутренняя логика. Обратите внимание, что белые, конечно, ходом слоны в 4, они развивают фигуры. Но они никак не способствуют, во-первых, развитию королевского фланга. А во-вторых, они не оказывают никакого прямого давления на черных в центре. Это означает, что черные могут себе позволить в некоторой степени активные действия. К тому же, обратите внимание, что белый слон удалился с пуля С1. И теперь во многих вариантах пешка на Б2 немного слаба. Уже ходом С5 черные обозначают идею в вариантах сыграть ферзь Б6 и начать на нее давить. То есть ход очень активный и очень идеальный. Ну и после С5 у белых есть ряд возможностей. Я должен сказать, что в большинстве партий, как в интернете, так и вживую, причем вне зависимости от уровня вашего соперника, вы будете встречать здесь за белых следующее построение. Белый будет драть Е3, там на концу 6, С3. То есть ставить вот такую вот свинью в центре, пешки Е3, Д4, С3. Под ее прикрытием удобно развивать фигуры. И в дальнейшем можно выбирать план, исходя из действий черных. И схема достаточно неприятная, достаточно плотная. Часто у белых получается на выходе из дебюта хорошая позиция. То есть с ней надо быть достаточно аккуратным. Однако же в турнирах более низкого уровня, помимо вышеупомянутой схемы с Е3, С3, иногда белые будут применять другие. Другие планы. В частности, периодически встречается ход С4. Белые считают, что у них развито на одну фигуру больше, и поэтому вскрыть центр таким образом для них должно быть выгодно. На самом деле ход С4 достаточно слабый. Черные уравнивают несколькими способами. Мне очень нравится тот, который я покажу в ближайшие несколько секунд. То есть черный ход СД. Самое принципиальное. И белым надо делать какой-то выбор. В принципе, у них единственный серьезный ход. На ферзь Д4 последует конь С6. У черных сразу довольно-таки большой перевес. После СД конь Д5. Сказывается недостаток развития слона на Ф4. Слон попадает под бой. И вообще во многих вариантах слон на Ф4 расположен неоптимально. Поэтому у белых единственный разумный ответ это конь Д4. И вот здесь черные в разных партиях играли по-всякому. Но самый сильный ход, который почему-то делают не очень часто, это ход конь Б на Д7. Очень конкретно. Черные создают угрозу Е5. Во-первых, это вилка. Во-вторых, даже если белые какую-то фигуру берут, если черным удастся провести Е5, то это сильно ускорит их развитие. И здесь у белых есть два хода, которые я выделил как основные. Первый ход это СД. Я думаю, что СД сильнейший ход в этой позиции. После конь Д5 слон Ж3. Е5. Черный быстро развивается. У белых уже, наверное, немного хуже. Но позиция после условного конь С2. Конь 5 на Ф6. Е3 слон Е7. Для белых тоже достаточно безопасно. В принципе, сперники, я думаю, просто закончат развитие. Возникнет примерно равная позиция. Тем не менее, для белых это уже лучший выход. Потому что, если белые пробуют играть принципиально, а именно конь Ф3, то у черных есть сильный ответ ФБ6. Опять же, цепляет практическую слабость на Б2. И, кстати, что может показаться странным, также цепляет слабость на Ф2. То есть, в данный момент висит пешка, белые должны что-то с этим делать. Наиболее естественный ответ ФЦ2. И также именно ФЦ2 компьютер выводит на первую линию. Однако, здесь у черных есть сильный ответ Е5. Вскрывая игру, не считаясь с жертвами. Белые должны забирать пешку, иначе у них просто плохо. Здесь конь Ж4. Двойной удар на Е2 на Е5. Ход конь Ж3 единственный. И вот здесь вот черный гайд слон Ф5. Это вообще типичная идея. Запомните ее, если будете бороться против лондонской системы. То есть, часто белый Ферзь выходит на С2, защищая эту пешку. И часто черные могут подставить этого слона под бой. Дело в том, что в случае его взятия, как в этой позиции, так и во многих других, черные забирают на Б2. И конкретные осложнения здесь получаются именно в пользу черных. Обратите внимание, что это даже не сколько гроза взятия ладей, сколько гроза мата в один ход. Поэтому белые не могут брать слона. Они должны играть Ферзь А4, Слон Д7, Ферзь С2. Обратите внимание, черные получили бонусные полтемпа на вот этом вот маневре. Ну и теперь у С5, Е3. Два ноля. У белых лишняя пешка. В принципе, они могут даже взять вторую, но тем не менее, их ожидают тяжелые времена. Потому что грозит сильный удар слон Е3. В дальнейшем конь Е3, ладей Е8, и белые там костей не соберут. Ну и также, если белые от него защитятся, то черные проведут Д4. Тоже вскроют ряд вертикалей и диагоналей, и получат очень сильную инициативу. То есть, в варианте С4 белые должны признать, что они сыграли, разограли Д9 не лучшим образом, умерить свои амбиции, и после конь Д7 сделать более безопасный ход СД. Здесь у белых хороший шанс на уравнение. Однако для нас важно то, что ходом С4 белые не создают никаких серьезных проблем. Также, помимо основного Е3, иногда вам будут встречаться ходы конь С3 или С3, или даже ДС. Пожалуй, начнем рассмотрение именно с хода ДС. В данный момент у белых лишняя пешка, и может быть белые даже попытаются ее удержать, но вряд ли из этого получится что-то путное. То есть, черные играют конь С6, вполне логично. И здесь у белых, безусловно, основной ход Е3, мы его рассмотрим через другой парадок ходов немного позже. Есть у белых другой принципиальный ответ, это ход А3. То есть, белые продолжают пренебрегать развитием фигур, но хотят удержать свою пешку на С5. Однако здесь черные играют конкретно и достаточно сильно. То есть, Е6, Б4, А5, создавая напряжение вокруг этой пешечной цепи. Белым неудобно защищать на Б4, то есть, они в принципе должны двигать пешку вперед. Здесь важно, что конь уходит не на ферзевом фланг, а именно на Е7. В вариантах после этого конь прыгает на Ж6. Обратите внимание, слон на Ф4 расположен довольно плохо. И у белых здесь проблемы. То есть, на самом деле, даже удержать Райнстера будет непросто. Потому что, если хоть одна пешка без особых уступок со стороны черных потеряется, то у черных будет преобладание в центре, а у белых будет довольно много слабости на ферзевом фланге. То есть, все достаточно не опасно. Если уж белые играют ДЦ, то после конь С6 лучше играть Е3. Это упостится, как я уже сказал, и посмотрим немного позднее. Конь С3 вместо ДЦ тоже возможный ход. С этим ходом надо быть аккуратным. В вариантах белые готовы прыгнуть конем на Б5. Но пока это не угроза. Сильнейший ход за черных здесь конь С6. Дело в том, что на конь Б5, очевидно, последует ферзев за 5. Белые вынуждены не словно нахлебавшие возвращаться на С3. У белых просто плохая позиция. Поэтому конь Б5 здесь вне обсуждения. Белые должны играть Е3. Ну и сразу скажу, что самое простое за черных это не обращать внимания на эту угрозу конь Б5, а Батислан Ж4. Опять же, конь Б5 черные готовы встретить путем Ладья С8. Ну а позицию после Лужи 4 я буквально пару слов еще расскажу о ней, опять же, немного позже. Потому что белые могут ее получить через вот такой порядок ходов. Да, ну и помимо уже, помимо вышеупомянутых ходов, у белых есть такой вариант С3. В принципе, поскольку, как я уже несколько раз говорил, данный ролик является частью славянской серии, для простоты вы можете вообще не уделять внимания этой позиции, просто брать на Д4. И после CD конь С6 получается, получается, в общем-то, разменный вариант славянки. То есть конь С3, слон Ф5, эту позицию мы будем разбирать достаточно подробно в следующих выпусках. если вам не нравится ход С3, то вполне можете играть здесь А6. То есть это простое решение, но с другой стороны, некоторые играющие черными шахматисты, могу сказать, что такая вот схема развития за белых не очень-то сильна, и нет смысла давать им возможность уйти в весьма сухой в разменный вариант славянки, где у белых, где у черных мало шансов на победу. Поэтому, в принципе, вы можете играть конь С6. И здесь у белых тоже нет ничего лучше, чем Е3, с переходом к основным вариантам, которые мы тоже, разумеется, рассмотрим в этом ролике. И тогда белые будут играть ДС, но здесь это, пожалуй, еще слабее, чем после... чем ДС сразу, потому что вот если белые таким образом защищают эту пешку, то, в принципе, получается то же самое. Черный конь идет на Ж6, но у белых еще довольно глупо расположена пешка на С3, и она отнимает хорошее поле для развития собственного коня. То есть здесь у белых уже немного похуже. Таким образом, мы закончили с рассмотрением всех второстепенных четвертых ходов за белых, и приступаем к ходу Е3. Именно этот ход будет встречаться в 90% ваших партий. Если Е3 черный гайдгунь С6, и вот здесь у белых, опять же, есть ряд возможностей. И, в принципе, опять же, в 90% случаев вам будет встречаться ход вам будет встречаться ход С3. Белые продолжают поставлять вот этот треугольник в центре, но иногда белые будут делать другие ходы, и, кстати, не все из них так уж безвредны. В частности, ход А3 имеет определенный смысл. Запомните, что черные не могут здесь играть по аналогии с главным вариантом, то есть ферзь Б6 ход не очень сильный, потому что у белых есть ответ конь С3. То есть такая вот памятка, что если белые не поставили пешку на С3, то дважды проверите, можете вы играть ферзь Б6 или нет. Потому что здесь, например, ферзь на Б6 расположен неудачно, он в вариантах попадает под конь Б5 и под конь А4. А брать на Б2 по конкретным соображениям нельзя. Здесь у черных просто плохая позиция. Поэтому ферзь Б6 играть ни в коем случае не нужно. Зато не стоит забывать, что все-таки ход А4 это потеря, по крайней мере, половина темпа, и за черных выигрывает в силе вот такая вот простая разгрузка. И в итоге мы получаем структуру, характерную для Карлсбада с переменой цвета. Черные уже избавились от самой своей плохой фигуры. В целом, такие позиции часто получаются в каракане, и там у черных нет никаких проблем. Здесь у черных тоже нет никаких проблем. Более того, у них несколько более простая игра, чем у белых. То есть белые в какой-то момент будут вынуждены поставить пешку на Ц3, и черные начнут типичную атаку пешечного меньшинства путем Б5, А5, Б4 с целью создать белым слабость. Ну, рассуждения о Карлсбадской структуре, я не буду в них особо вдаваться в данном ролике. Есть отличная видеосерия Олега Соломахи, посвященная как раз таки Карлсбаду. В разных его вариациях. Так что всех интересующих отсылаю к ней. Помимо хода H3, в белых есть другие варианты. Они могут пойти слон Е2. Опять же, ферзь Б6 здесь неудачный из-за конца Т3. Поэтому ничего не мешает черным сырать опять же ЦД. После ЕД получают слон Ф5. Такой же Каллсбад, причем может быть даже чуть более выгодная версия за черные, потому что слон Д3 теперь белые играть не будут. То есть, в такой позиции... Опять же, она объективно равна, но я предпочел бы в ней играть черными. Ну, и после ЦД у белых здесь есть чуть более хитрый ход кон Д4, сохраняя более разбалансированную структуру. Но и здесь, после Ферзб6, у черных нет никаких проблем. То есть, описит на Б2, слон Е4 расположен неудачно. В вариантах подграживает Е5, то есть, белые, видимо, должны брать, но и после БЦ. В черных отличная позиция. В принципе, ну, маловероятно, что у слона Е2 против БАС сыграет хотя бы один раз, поэтому не вижу смысла дольше на нем останавливаться. Другое дело, ДЦ. ДЦ периодически ход будет исполняться, и в нем есть определенный смысл. То есть, черный играет Е6. К сожалению, здесь у черных нет времени, чтобы развивать белопольного слона. То есть, можно опорвать раз на Ж4, но это уже в вариантах связано с реальной жертвой пешки. Поэтому проще Е6. И в целом у белых есть только один серьезный ход, потому что если белые будут просто развиваться, то такая позиция немного в пользу черных. Поэтому единственный серьезный план связан с ходом С4 и дальнейшим созданием изолятора, Д5. То есть, слон С5, черный отыгрывает материал. СД пока не сыграешь, и за конь Д5 вот здесь у черных перевес. Поэтому конь С3, два ноля. Ну и вот здесь получается позиция, в целом, более характерная не для лондонской системы, а для некоторых вариантов отказанного ферзевого гамбита, но очень удачная редакция для черных. То есть, у них нигде нет никаких проблем. Например, после СД вполне можно срать ЕД, и потом силой протолкнуть Д4 с равной позиции, но даже сильнее конь Д5. Потому что после размена на Д5, слон Е2, черный играет Д4, и в целом позиция должна достаточно быстро выхолоститься, и партия должна пойти к ничьей, но именно белым придется здесь решать небольшие проблемы, потому что во многих вариантах случаев тотального размен на Д4 у белых еще подвисает пешка на Б2. То есть, это совсем не опасно. С Д белым раньше времени играть не стоит. Чуть больше смысла в ходе А3. То есть, белый хотел срать Б4, захватить пространство на ферзевом фланге, но и здесь у черных нет совершенно никаких проблем. То есть, самое простое Д4 на ЕД конь Д4. В целом, опять же, здесь можно закончить рассмотрение этого варанта. Врат ли белый будет так играть часто, а если даже будут, то в целом этому можно только радоваться. Если вы не до конца убеждены, можно опять же обратиться к помощи железного друга. Ну и после... После хода вместо А3 слон Е2, здесь, скорее всего, черным желательно померить амбиции, сыграть просто ДС, потому что Д4 при уже развитом белопольном слоне белых не так хорошо. Белые там могут рассчитывать на небольшой перевес. А вот здесь, вот слон С4 и Ферзи С7, в черных отличная позиция, развиты все фигуры, у них есть несколько возможностей для... Прошу прощения, развиты не все фигуры, осталась буквально одна. И для ее развития есть несколько возможностей. Можно срать Е5 в какой-то момент, поставить слон на Ж4, хотя это связано с оттаблением пункта Д5. Ну и более надежный способ это пойти Б6 или А6, Б5 и фенкетировать этого слона. В любом случае, у белых здесь нет ни намек на перевес. У черных, конечно, тоже нет никакого перевеса. Ну и получается равная позиция, достаточно сухая, но если вы играете сильнее, чем ваш соперник, у вас будут шансы на победу. И в таких позициях тоже. Тем не менее, вот этот вариант ДЦ с последующим С4, он все-таки заслуживает, по крайней мере, краткого рассмотрения. Ну и также, помимо хода С3, из того, что мы еще не рассмотрели, белые могут сыграть Конь С3. Опять же, с идеей Конь Б5. Здесь Конь Б5 это действительно серьезная угроза. Потому что... Ну, Ферзь А5 шаг, он никак не отбрасывает белого коня. То есть, надо что-то делать. Ну и... Ход А6, конечно, возможно, но там после ДЦ у белых действительно есть некоторые намеки на Ферзь, поэтому проще сыграться он с Ж4. В принципе, уже этого достаточно, чтобы быть готовым встретить ход Конь С3 во всеоружии во время турнирной партии. Потому что положение на Коня на С3 этим ходом в некоторой степени обессмысливается. То есть, Черные не пошли ни на какие уступки, дабы не допустить Коня на Б5. Ну и единственный принципиальный момент, что в некоторых позициях белые будут играть ДЦ. И здесь важно не сыграть Е5. То есть, Е5 сыграть очень хочется, но ничего хорошего для Черных здесь не получается из-за ответа слон Ж5. Е4, белые могут просто встретить подняв Ш3. И здесь у белых получше. Поэтому надо просто сыграть Е6, понадежнее, защитить пешку на Д5. Опять же, нападаем на С5. И здесь у белых ничего хорошего нет. То есть, на самом деле, их позиция уже немного похуже. То есть, ну, наверное, самая сильная белая слон Б5. Но опять же, после Е6 получается позиция, в которой только Черные могут бороться за ПРС, потому что конь на С3 расположен глуповато. И, опять же, получается, скрутание Черных возьмет на Д4, и получится позиция кроссбатского типа. Но пешка на С2 расположена плохо. То есть, белым придется тратить время на то, чтобы увести коня с С3 и поставить туда пешку. В любом случае, никакой угрозы для Черных этот вариант не несет. Другое дело, С3. С3 это наша главная линия. И именно эта позиция в Волновской системе будет встречаться в наших партиях наиболее часто. Здесь Черные, разумеется, играют по своей главной линии, играют ФБ6. Замечу, что ЦД, ЕД, слон Ф5, которое мы рассматривали во многих позициях, когда белые не играли, С3 делали какой-то более вялый ход в УДА, что или слон Е2. Здесь тоже возможно, но немного посмотрев эту позицию с движком, я пришел к привычку, что слон Д3, ввиду некоторых конкретных нюансов этой позиции, у белых может быть чуть получше. В любом случае, если вы не готовы идти на теоретическую дуэль с соперником, ход ЦД вполне можно рассматривать. То есть, ну, если белые играют не ЕДА, а ЦД, получается, опять же, славянка. В принципе, этой позиции мы коснемся отдельно. Уже в другом видеоролике. Вот, после ферзь Б6 черные, безусловно, ставят конкретные проблемы перед соперником, висит на Б2. Опять же, с большим запасом самый часто встречающийся ход в этой позиции – это ферзь Б3. Именно ему посвятим львиную долю времени. Иногда играют Б3. В целом, на возле ход Б3 совсем слабый, потому что теперь черный уже готов взять на Д4. ЦД совсем не работает. Потому что у белых, на самом деле, здесь уже проблемы, связанные с тем, что их ферзевый фланг очень рыхлый. То есть, надо играть ЕДА. Следует слон Ф5, слон Д3. Самый хитрый ответ здесь слон Ж6. И после 2-0 Е6, опять же, получается Карлсбад. Причем, весьма ужасная версия для белых. Потому что пешка на Б3 стоит совершенно глупо. Ну и что намного важнее, она не защищает пешку на Ц3. То есть, контр-игра черных на ферзевом фланге пойдет намного быстрее и проще, чем это бывает в стандартных позициях. То есть, я думаю, можно смело оценить эту позицию как равно плюс. Таким образом, ход Б3 совсем не опасен. И поменять ферзь Б3, у белых остается еще 2 варианта. Это ферзь С1. После чего черные, опять же, особо здесь не должны ничего нового выдумывать. Просто берут на Д4. Опять же, СД не сыграешь. Ферзь на С1 стоит плохо. Надо играть ЕДА. Опять черных звали основной Ф5. И теперь уже его не получится поменять сразу. И, в принципе, у черных нет ни единой проблемы. А белые могут получить при случае похуже. То есть, ферзь С1 не особо актуальна. Ферзь С2 ход немножко похитрее. Здесь важно запомнить, что нельзя играть слон Ф5. Потому что вот при положении пешки при положении пешки на С5, а не на С4, белые могут здесь брать на Ф5. И после ферзь Б2, ДС, ферзь С1, здесь белые неожиданно играют ферзь С2. Позиция получается неясная. Потому что намного важнее ход слон Ф5 совсем слабый, ввиду того, что у белых есть ответ ДС. То есть, контратакуя черного ферзя, обратите внимание, при пешке на С4 ничего подобного не прошло бы. То есть, черный здесь вынужден набрать на С2. После СБ, Б. В целом, это позиция за черных игровая. Сопротивляться здесь можно, но у белых есть сильный ответ коня А3. То есть, конь идет на Б5, и объективно сильнейший за черных, это слона А4. И после конь Б5 просто разменять этого коня, но здесь очевидно, что у белых есть перевес, потому что у них два слона, лучше развитие, лучше пешечная структура. То есть, лучше черным на эту позицию не идти. К тому же, вместо хода слона Ф5 есть прекрасный сильный ход Ж6. Подготавливая слон Ф5, также подготавливая в вариантах фианкета чернопольного слона, и у белых здесь нет совершенно никаких намеков на перевес. Может быть, самое конкретное это ДЦ, но здесь после ферзи 5 конь Д2, слон Ж7 позиция примерно равна. Ну, и опять же, повторюсь, ход Ф2 будет встречаться достаточно редко, потому что Ф3 в этой позиции во-первых, ну, так уж по велосию значительно популярнее, во-вторых, в ходе Ф3 намного больше яда. После Ф3 черный граю Ц4, и белые встают перед выбором, то есть, понятно дело, что Ф3 подпоем надо что-то что-то делать, и есть два основных хода, это Ф3 Ц2 и Ф3 Б6. Ход Ф3 встречается чаще, тем не менее, на мой взгляд, ход слабее, и по крайней мере, ставит перед черной меньше проблем. Ход Ф3 Б6 в большинстве книг указан как более слабый, и считается, что у черных там получается отличная редакция вот этой вот переходной позиции без ферзей, но на самом деле не все так просто. То есть, после Ф3 Б6, пожалуй, начнем рассмотрение именно с хода Ф3 Б6, и после Ф3 Б6 АБ белых есть сильный ответ КНЕ А3, и вот здесь я предлагаю за черных в общем-то нисколько новинку, но очень редкий ход, который, я так понимаю, до меня особо никем не анализировался серьезно. Пока замечу, что Энджфильд действительно достаточно хитрый, причем для обеих сторон у черных есть план наката пешки Б, и обратите внимание, что белые в принципе не успевают подготовиться к нему должным образом, то есть стандартная реакция такая, белые играют КНД2, черные как-то делают какой-то ход, белые играют А3, черные играют Б5, и белые успевают убрать ладью. После этого Б4 провести не получается. Как и это на этой позиции, на ход КНД2, черные, конечно, сразу ответят Б5, и на ход А3 черные ответят Б4, и нельзя два раза брать на Б4, потому что висит ладья. И в итоге здесь в черных получается довольно большой перевес, потому что на Ц3 и на А3 возникнут перчатые слабости. Тем не менее, я должен здесь вас предостеречь от одной довольно часто встречающейся ошибки. Перед влачем белые делают какой-то развивающий ход слон Е2, черные играют Б5. Здесь белые не играют КНД3, а делают отход, например, 2-0. Здесь очень важно не пойти Б4 раньше времени. В общем, как универсальное правило для подобной структуры, по крайней мере, в этом варианте можно сказать вот что. Б4 надо играть, когда белые уже приняли меры, чтобы Б4 не допустить. то есть надо дождаться пока либо белые пойдут КНД2 и начнут угрожать А3. После этого мы сразу играем Б4 и получаем перерес. Или, по крайней мере, дождаться хода А3. То есть, Л5, А3, здесь Б4. Здесь мы опять же получаем перевес, потому что белые потеряли темп нам совершенно ненужный ход А3. Если же мы делаем ошибку и играем Б4 сразу, то вот здесь, после ЦБ, КНД4 и КНД3 у белых достаточно сильная инициатива, потому что конь бежит на Б5, а черный недостаточно хорошо отмобилизованный. На самом деле, все, что надо запомнить, то что после вот таких вот простых развивающих ходов, которые пока не определяют положение КНД1 и пешки А2, мы тоже делаем развивающие ходы и ждем уже наконец-то определяться с расположением своих фигур и пешек на ферзь на фланге. Ну и здесь у черных прекрасная позиция с небольшим перерезом. Если просто на Е2, Б5 белый играет КНД3, пытаясь создать какие-то конкретные проблемы, то здесь, конечно, важно не пойти Б4, после этого из-за КНД5 у белых там большой перерез достаточно. Здесь есть сильный ход ЛДА3 и мы еще увидим эту идею, причем худший для черных витарцев, но все равно она будет проходить. Ну а здесь после БА КНД4 у черных довольно-таки ощутимый позиционный перерез, не хватает чистого качества, но пешки С3 А3 очень слабы и в том случае если пешка С3 падет, а она падет в всех вариантах, то белые будут испытывать большие проблемы с проходной С4. Ну, набросаем примерно в раз, ЛДА3, С1, Е5, взрывая позицию с темпом нападая на пешку А3, КНД5, взяли, где С2, черные продолжают разрывать ферзевый фланг, ну и здесь после СБ слон Ф5, несмотря на большой материальный перерез белых, их дни сочтены. Такая достаточно симпатичная ловушка, в которой, пока не влияется, достаточно часто попадается в разных вариациях. Ну, на самом деле, большинство шахматистов, если они будут брать на Б6, означает, что они немного поанализировали эту позицию и пришли к выводу, что после КНД3 у белых есть некоторый шанс на перевес. Это действительно было бы так, то есть самые популярные ходы из-за черных это ЛДА5, не пуская коня на Б5 и КНД7 с той же идеей. И действительно, больших проблем у черных там нет, но, во-первых, мне лично не очень нравятся петиции, которые там возникают, а во-вторых, меня привлекала очень интересная идея. Компьютер изначально оценивает ее как, ну, откровенный бред черн, но если дать ему много времени подумать, и если помочь ему подумать, то есть вводить в него ходы, которые считаешь оптимальными, то он начинает менять свое мнение. И я хотел бы, конечно, сказать, что это новинка. На самом деле, ход ЛДА5 встречался уже примерно в десятки партий, и в том числе так играл за черных американский космейстер Бендерман, но после БА он играл с ЛДА5. ЛДА5 тоже, возможно, ход интересный, но моей рекомендацией будет КОНЕ4. И вот КОНЕ4 встречалась только в двух партиях, причем ШКОНТИХ с очень низким рейтингом. То есть туда отход, в принципе, с некоторой натяжкой можно назвать новинкой. Я думаю, что у белых висит пешка С, в общем-то повторюсь, что если в подобной структуре белые потеряют пешку С, не получив никакой существенной за это компенсации, они просто проиграют, потому что грязев фланг черный здесь достаточно быстро накатывает, то есть на дырках ладя С1. Ну, и вот это одна из немногих линий, можно сказать, во всем видео, которое требует запоминания. Черным очень важно играть точно, но если они сделают несколько подряд точных ходов, то получат комфортную позицию. Сиграем Е5. В целом, этот ход затруднения вызвать не должен. Срываем позицию, собираем на А3 с темпом. Взяли, 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 слон А3, не боясь слон Ж7, ладья С2, слон Д7, опять же, не боясь слон Ж7, вот слон Д7 это ключевой ход, ключевая идея для того, чтобы ее запомнить. Мы не защищаем пешку, мы быстро уходим в контрагруз, разная слон А4. Обратите внимание, что ладья С2 не так много полей, к тому же не забывайте, что она все время должна защищать пешку на С3. Здесь, если белые играют с слон Ж7, они обнаруживают себя в серьезных затруднениях, то есть после ладья С8, слон Е5, слон А4, это достаточно плохая позиция. На ДС2 мы, конечно, бьем не ладью, а именно пешку, и черный получает большой перерез. Поэтому ход с слон Ж7 слабый, но при этом в некоторых блиц партиях не случилось, что против вас будут играть именно так. Единственное, серьезный ход за белых это Ф3, контр-атаку черного коня, черные не могут себе позволить его убрать, в том случае у них не будет никакой компенсации. Надвигается на А4, ФЕ, слон С2, ЕД. Висит на С4, и Б5 ход вынужден. И вот здесь заканчивается форсированная линия, и изначально компьютер считает, что дела белых здесь очень хороши, пишут оценку чуть ли не плюс 1, но опять же, если дать ему подумать, то оценка опускается до нуля, а фактическая партия, мне кажется, что играть черными будет даже проще. Ну, опять же, приведу примерный вариант, если вы не убеждены в моих словах, или просто хотите проверить эту позицию более тщательно, то достаточно открыть ее в честбейзе, включить движок, оставить движок под дот, поводить в него те варианты, которые вызывают у вас затруднения, и по крайней мере, вы будете готовы к партии намного лучше, чем ваши соперни. Ну, главная линия такая, слон Е2, Ф6, слон Ф4, здесь очень важный ход, слон Ж6, потому что компьютер изначально пишет, слон Е4, слон Ф3, и вот в этой позиции на взрыве белых есть перевес, поэтому сюда лучше не идти. слон Ж6, это правильное решение. Ну, например, король Д2, король Е7, в принципе, у белых лишняя пешка, если я не ошибаюсь. Да, у белых лишняя пешка, и, казалось бы, это проходная в центре, у белых может образоваться мощный пешечный кулак в центре, но в данном случае важнее то, что черные очень быстры со своей контур-игрой. Они играют ЛДА8, и слон Д6. Сразу начинают давить на пешку А2. Белые вынуждены будут прикрывать все свои силы к защите пешки А2. Поэтому, ну, надвинуть свой центр они просто не смогут. Тем более, черный король будет очень хорошо расположен на Д6. То есть, в целом, это позиция динамического равновесия, но, сами видите, что в ней достаточно много факторов, которые вносят дисбаланс, и если вы играете сильнее, чем ваш соперник, а также, если вы хорошо проанализируете эту позицию, то у вас будут большие шансы на победу. Так что, повторюсь, я считаю, что идея ладья А3, хотя встречалась крайне редко, на мой взгляд, очень интересна, и даёт черный неплохую позицию. То есть, в принципе, после ФСБ6 АБ у белых нет других идей, они либо медленно развиваются и дают черным захватить инициативу, либо играют конь А3, и там вот я, повторюсь, советую сразу жертвовать качество на А3. Но, в реальных, как в реальных, так и в онлайн-партиях чаще чаще встречаться будет ход ФС2. На ФС2 черный реагирует уже знакомым образом играют слон Ф5. Брать на Ф5 здесь нельзя, после ФСБ2 у белых совсем не находится никаких ресурсов для того, чтобы искать компенсацию, даже с ДЦ не сыграешь. Ну, никаких промежутков, в отличие от варианта, который мы рассмотрели здесь у белых, тоже нет, потому что ДЦ-ход нелегален. Надо играть ФС1. И после Е6 получается эта структура черно-длинная печная цепь, у них преимущество в пространстве на ФС-фланге. Однако, шахматисты, которые играют эту схему за белых, играют ее, потому что у белых тоже достаточно простая игра. Они готовят либо подрыв Б3, либо подрыв Е4. В целом, даже если ни один из них не пройдет, то белых не так легко пробить. Ну и в Блице вот такая вот постановка девута экономит белым довольно много секунд. Опять же, скорее всего, шахматисты, играющие белыми, здесь пойдет К2. Самое логичное, заканчиваем развитие, подготавливаем подрыв Б3. как единственную альтернативу в этом ходу я предпочел доказать H3. Конечно, он Е2 возможен, но в принципе это все ведет к тому же самому после конь D2. Здесь у черных опять же есть ряд возможностей. Можно сыграть H6, защищая своего основного варианта от размена. Можно также сыграть конь Е4. Здесь после конь D2 слон D6 у черных нет проблем. Д6 конь D6. Ну, если сейчас белые пойдут, что заходят слон Е2, черные смогут ответить в ферз D8. По аналогии с главным вариантом, который вы увидите через несколько минут. Черные после этого могут так же просто слон Е2 могут рокировать. Поэтому принципиально за белых B3, но здесь довольно неожиданный ресурс конь A5. Если сейчас белые пойдут B4, то они закроют ферзевый фланг, причем закроют не самым выгодным для себя образом. То есть белые никогда не смогут ничего сделать на ферзевом фланге, а вот черные в некоторых вариантах опять сыграют и подорвут всю эту конструкцию. Здесь B4 ход довольно слабый. Остается вариант Bc. Ну, и вот здесь получается позиция достаточно нестандартная для этого варианта, но согласно моим анализам не несущая для черных никаких опасностей. То есть у черных есть слабость на C4 и у белых в принципе может образоваться подвижный белочный центр. С другой стороны у белых слабость на C3 у них достаточно пассивная фигура. Черные варианты берут ферзя и накатят ферзевых фланг. В общем позиция интересная и играть так черные можно и с успехом. Ну, наиболее принципиально за белых QnD2 и после QnD2 опять же у черных есть ряд возможностей. Часто Х6 часто играет QnH5 кстати QnH5 интересный ход и если вы захотите поискать альтернативу моей главной рекомендации то мне кажется QnH5 это первый кандидат. Но мне нравится ход QnD8 для блица он просто идеален ну и в серьезной партии у черных здесь нет больших проблем. Ход выглядит загадочно казалось бы зачем мы возвращаем уже развитого ферзя на его начальную позицию но идея весьма конкретно ходом QnD2 белые создали угрозу B3 расшатать нашу пресочную цепь Фд8 это такая вот своеобразная защита от этой угрозы скорее всего против вас все равно чаще всего будет встречаться ход B3 ну и здесь проясняется идея черных черных играет B5 и А4 дальнейший подрыв встречает ходом А6 и вот важно что ферзь на D8 защищает ладью на А8 то есть никакие размяны за белых здесь не приносят им перевес скорее наоборот если белые не играют B3 после Фд8 то самое естественное это слон Е2 слон Е7 2-0 2-0 белых не так много планов в этой позиции все равно скорее всего в какой-то момент придется играть B3 на B5 А4 ну и эту структуру мы еще обсудим также вместо хода B3 иногда играет QnH4 на мой взгляд это не очень хорошая идея и после слона Е4 белым надо в общем-то признать свою ошибку потому что наиболее принципиален здесь ход F3 ну QnH4 понятное дело не очень сильно в первую очередь из-за ДЕ у белого коня на H4 нет нормальных полей обратите внимание что и слон на F4 расположен не очень хорошо то есть QnH4 особо не рассматривается F3 выглядит логично но вот здесь неожиданно после слона G6 черные создают серьезную угрозу QnH5 и подвисает также белый конь на H4 помимо слона но в случае взятия это не решает проблем белых что опять же грозит QnH5 очень сильна ладья на H8 ну и в крайнем случае черные сыграют слон D6 то есть в принципе со стратегической точки зрения такой вот размен коня на слона на слона черного выгоден белым потому что им становится легче провести Е4 но конкретно в данной позиции белых на самом деле серьезные проблемы и во всех по-моему все свои блиц партии в которых эта позиция встретилась я выиграл за черных вот поэтому наиболее в принципиальном B3 играем B5 белый играет A4 A6 стороны заканчивают развитие так или иначе если белый играет H3 таким образом пытается обезопасить своего слона от размера мы тоже играем H6 ну вот получается такая структура в целом все фигуры все пешки еще на доске тем не менее большого разнообразия планов тут нет позиции достаточно закрыты но в черных нет никаких проблем то есть я набросал короткий примерный вариант дело в том что белые хотели бы может быть полностью закрыть ферзевый фланг и начать вот например вот в этой позиции начать какие-то операции на в центре и на крысом фланге путем Е4 во-первых если белые закроют фланг это означает что черным будет очень легко удержать всего лишь одну точку прорыва именно пункт Е4 ну а во-вторых если здесь сыграть B4 то есть конкретный нюанс черные могут пойти B и наладить А4 и А5 на самом деле у белых здесь проблема поэтому белым лучше просто полномерно усиливать свою позицию черные займутся тем же самым ну и в принципе позиция равна и белым черным нужно соблюдать определенную аккуратность вот например сейчас уже подграживает B4 может быть объективно сильнейшая АБ ну и позиция равна в целом возможно это не то на что многие из вас рассчитывали может быть вы хотели получать черные исходы перевес по дебюту и действительно во многих боковых вариантах которые мы обсудили так и выходит но здесь белые играли неплохо белые играли по крайней мере планово идейно и нет оснований чтобы они получали худшую позицию в то же время на доске еще 30 фигур пешек то есть шансов обыграть своего соперника будет предостаточно ну и на этом мы заканчиваем рассмотрение основных вариантов лондонской системы в целом мне кажется что я показал достаточно подробно показал что происходит в главной линии и также осветил некоторые ранние отклонения за белых ну и касательно второго хода слон f4 после коня в 6 место коня в 3 слон f4 это тоже важный ход теории там поменьше чем после коня в 3 д5 слон f4 ну не считая тех случаев когда один порядок ходов переходит в другой но тем не менее второго хода с 0.4 мы рассмотрим в отдельном видео а пока всем спасибо за внимание с вами был Никита Петров